В октябре 1927 года на пленуме ЦК партии генеральный секретарь Сталин произнес речь, которую никогда не публиковали. Троцкий утверждает, говорил Сталин, что в миллионной партии можно захватить власть. Почему же в таком случае Троцкому не удалось захватить власть в партии? Чем это объяснить? Разве товарищ Троцкий более глуп или менее умен, чем Бухарин или Сталин? Разве он менее крупный оратор, чем нынешние лидеры нашей партии? Не вернее ли будет сказать, что как оратор Троцкий стоит выше многих нынешних лидеров нашей партии? Чем объяснить в таком случае, что Троцкий, несмотря на его ораторское искусство, несмотря на его волю к руководству, несмотря на его способности, оказался отброшенным прочь от руководства великой партией, называемой ВКПБ? Льва Давидовича Троцкого принято считать политическим соперником Сталина, претендовавшим на пост руководителя партии и главы российского государства. Через призму борьбы Сталина и Троцкого за Кремль, в которую втянули чуть ли не всю страну, принято рассматривать историю России 20-х годов. Между тем, сам Троцкий никогда не стремился взять власть в партии. У него были для этого веские причины. Сказал он об этом только однажды в узком кругу партийного руководства, и мы процитируем его слова в этом фильме. Но лидия, тонкие наблюдательные, давно все поняли. О Троцком принято говорить, что он честолюбив, писал нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Это, конечно, совершенный вздор. Я помню фразу, сказанную Троцким по поводу принятия С.Р. Черновым министерского портфеля. Какое низменное честолюбие. За портфель, принятый в неудачное время, покинуть свою историческую позицию. Мне кажется, в этом весь Троцкий. Он совершенно не дорожит никакими титулами и никакой внешней властностью. Ему бесконечно дорога, и в этом он честолюбив, его историческая роль. Троцкий был яркой фигурой. Но ему явно не хватало того, что в избытке было у Ленина, а потом и у Сталина. Жажды власти. Он не был фанатиком власти. Он полагал, что ему достаточно и того места в руководстве страны, которое у него уже есть. Он даже нарочито не желал участвовать в схватке за властью. Осенью 23-го, когда полным ходом шла борьба против него самого, Троцкий говорил на плену Мицека. В такой ответственнейший в мировой истории момент, тот, кто заподозрил бы меня в смешном стремлении взять на свои плечи всю громадную ответственность, взять только на себя, единолично, тот счел бы меня трижды подлецом и трижды сумасшедшим. Но другие члены Политбюро ему не верили. Троцкий был вторым человеком в стране, значит, после смерти Ленина будет претендовать на первую роль. Да и в завещании Ленина он назван самым способным человеком в партии. В завещании Ленина, как его ни толкуй, содержит только одно прямое указание – снять Сталина с должности генсека. Остальных, в том числе Троцкого, менять не надо. Хотя Ленин и перечислил довольно болезненным образом недостатки каждого из самых заметных большевиков. Но получилось совсем не так, как завещал Владимир Ильич. Сталин – единственный, кто остался на своем месте. Всех остальных, кого Ленин назвал в числе вождей партии, Сталин со временем уничтожил. Более того, само письмо Ленина съезду стали называть троцкистским документом, то есть фальшивкой. В качестве создателя Красной Армии Троцкий был на месте. Тут-то и пригодились его энергия, природные организаторские способности, интеллект, мужество и решительность. Ленин, писал проницательный Луначарский, как нельзя более приспособлен к тому, чтобы, сидя в председательском кресле Совнаркома, гениально руководить мировой революцией. Но он, конечно, не мог бы справиться с титанической задачей, которую взвалил на свои плечи Троцкий. С этими молниеносными переездами с места на место, этими горячечными речами, этими фанфарами, тут же отдаваемых распоряжений, этой ролью постоянного электризатора, то в том, то в другом месте ослабевающей армии. Нет человека, который мог бы заменить в этом отношении Троцкого. Когда война закончилась, он остался без дела. Напряжение борьбы спало, и его охватила какая-то апатия. Он не знал, чем заняться. Писал книги, хотел руководить совхозом. Пристрастился к охоте, положив начало этому повальному увлечению советских руководителей. Высказывался на все ключевые темы, причем резко и публично, страшно раздражая других руководителей страны, предпочитавших все решать в узком кругу. В июле 1923 года Троцкий выступил в «Правде» с протестом против широкой продажи водки. Товарищи по Политбюро решили отменить действовавшее с декабря 1919 года постановление Совнаркома, которое запрещало производство и продажу спиртных напитков крепче 12 градусов. Сталин запретил «Правде» продолжать дискуссию на эту тему. Обязанности редактора исполнял Евгений Алексеевич Преображенский, известный экономист, в недавнем прошлом секретарь ЦК. Он возмутился. Решение о возврате к продаже водки не может быть проведено без всестороннего и публичного обсуждения вопроса и без твердого большинства в партии за эту меру. Поэтому, не касаясь вопроса по существу, я лично против продажи водки, «Я нахожу совершенно ошибочным решение Политбюро и прошу об его отмене». Сталин тут же убрал Преображенского из правды. Напрасно Троцкий возражал против спаивания народа дешевой водкой. Напрасно доказывал, что нельзя строить бюджет на продаже водки, то есть делать доходы государства независимыми от успехов хозяйственного строительства. Доходы от продажи водки пополняли бюджет страны до самой перестройки. В Москве события, пометил в дневнике писатель Михаил Афанасьевич Булгаков. Выпустили 30-градусную водку, которую публика с полным основанием назвала «Рыковкой» в честь главы правительства Алексея Ивановича Рыкова. Отличается она от царской водки тем, что на 10 градусов слабее, хуже на вкус и в 4 раза дороже. Кроме того, появился в продаже коньяк Армении. Хуже прежнего – слабей. То, что так нравилось Троцкому в армейской жизни, дисциплину и строгое исполнение приказов, казалось неуместным в обычной жизни. «В партии исчезает демократия», – писал он. «Дискуссии становятся невозможными. Партийные организации привыкают к тому, что не избранные, а назначенные сверху секретарями просто командуют. Мнение рядовых членов партии не спрашивают, а они не смеют возражать против мнения начальства. Аппарат встал над партией. Как говорил Троцкий, партия живет на два этажа. В верхнем решают, а в нижнем только узнают о решениях». Столь же опасными он считал попытки партийного аппарата командовать экономикой. 10 марта 1922 года Троцкий написал всем членам политбюро. «Такая политика, когда на заседаниях Губкома мимоходом решаются вопросы о посевной кампании губернии, о сдаче или не сдаче в аренду завода, является пагубной. Партия не может руководить коммерческими операциями, ибо не способна на это». Троцкий выдвинул лозунг внутрипартийной демократии и обратился с ним к молодежи. Вспоминал через много лет член политбюро Анастас Иванович Микоян. Он собрал много голосов студенческой молодежи, и была опасность, что он может взять в свои руки руководство партии. Троцкий был тогда членом политбюро, ратовал за внутрипартийную демократию. Надо знать психологию того времени. Политические соперники и враги все еще боялись Троцкого. Лев Давидж был крайне популярен в партии, в армии и в стране. В информационных сводках ОГПУ говорилось. «Среди масс наблюдается недовольство тем, что ТОВ Троцкий отстранен. В связи с партийной дискуссией и болезнью ТОВ Троцкого ходят толки, что портреты ТОВ Троцкого уничтожаются, что ТОВ Троцкий выступает против коммунистов, ввиду того, что угнетают рабочих». Председатель Центральной контрольной комиссии партии Валериан Владимирович Куйбышев, активный участник борьбы против Троцкого, вынужден был публично объясняться. «Даже в тех случаях, когда ЦК расходится с Троцким и считает нужным создать гарантию против слишком большой темпераментности Троцкого, его рискованной размашистости, уважение и любовь к Троцкому исключают всякую возможность враждебности». Троцкий многим в стране казался законным преемником Ленина, поэтому он вызывал страх и ненависть у товарищей по Политбюро. И Зиновьев, и Каменев, и другие подозревали, что если Лев Давидович станет во главе партии и государства, он выбросит их из партийного руководства. 8 декабря 1923-го Зиновьев в полном отчаянии написал записку членам Политбюро Сталину, Каменеву, Рыкову и Томскому. «Если мы немедленно не создадим своей настоящей архисплоченной фракции, все пропадет. Я предлагаю этот вывод сделать в первую очередь. Я предлагаю завтра, в воскресенье, собраться специально по этому вопросу, может быть, у Сталина за городом или у меня. Промедление смерти подобно». Они боялись Троцкого и сделали ставку на Сталина. Тем самым подписали себе смертный приговор. Со временем Сталина всех уничтожили. Сталин уже держал в руках все нити управления страной. Но он все еще был малоизвестен в России и понимал, пока рядом остается такой популярный человек, он не может стать хозяином страны. Поэтому важная для страны дискуссия о демократии была превращена в средство уничтожения Троцкого как одного из вождей партии. «Когда меня спрашивают об отношении к Сталину в те годы, вспоминала Анжелика Балабанова, тогда заметная фигура в Коминтерне, я могу только ответить, что в ту пору никто, похоже, никак не относился к Сталину, потому что в политической жизни он был фигурой слишком незначительной». Троцкий противопоставил себя уже очень влиятельному аппарату партии. Они с Лениным и оглянуться не успели, как созданный ими аппарат повернулся против своих создателей. Троцкий хотел всего лишь укротить аппарат, но тот тявкал и огрызался. Чем дальше, тем агрессивнее. У Троцкого была масса достоинств. Искрометный блеск ума, неисчерпаемый запас энергии, страстное красноречие и мужество, решительность и способность брать на себя ответственность. Но это лишь часть портрета. Троцкий был еще самоуверенным и безапелляционным, колючим, нетерпимым и властным. Троцкий не умел или не хотел держаться с партийными секретарями по-свойски, как Ленин или Сталин. Он демонстрировал свое превосходство окружающим и не мог рассчитывать на любовь аппарата, ненавидевшего людей ярких. Огромная властность и какое-то неумение или нежелание быть сколько-нибудь ласковым и внимательным к людям, отсутствие того очарования, которое всегда окружало Ленина, обрекали Троцкого на некоторое одиночество, писал Анатолий Луначарский. Троцкий, отдавая должное талантам Ленина, мысленно ставил себя рядом с вождем русской революции. Похоже, он заблуждался. Природа щедро его одарила, но к Ленину она была более благосклонна. Троцкого фактически изолировали. Остальные члены политбюро собирались без него и все решали. На официальное заседание выносилось уже готовое решение. Если он возражал, то оставался в полном одиночестве. Прежде всего, Троцкого лишили опоры в армии. В вооруженных силах Сталина практически не знали. Для военных безусловным лидером был Троцкий. Поэтому в рефвоенсовет ввели его давних врагов, Буденного, Орджоникидзе, Ворошила. На пленами ЦК член политбюро и глава профсоюзов Михаил Павлович Томский вспоминал. Как с Троцким боролись? Троцкого оставляли в руководстве, а троцкинят снимали везде и всюду. Троцкий ушел из наркомата по военным и морским делам и изъявил желание поработать в промышленности. Его назначили членом Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства. В маленьком особняке на Петровке собралось все окружение Троцкого. Молодые люди, которые прошли со своим шефом всю войну. В обширной приемной, вспоминал сотрудник Коминтерна Виктор Серж, два бородатых крестьянина в тулупах и лаптях просили, чтобы их принял Троцкий, которому они хотели рассказать о своей бесконечной тяжбе с властями далекой деревни. Раз товарищ Ленин умер, упрямо повторяли они, только товарищ Троцкий может решить по справедливости. Он примет вас, терпеливо объяснял секретарь Троцкого. Но он ничего уже не решает, он больше не член правительства. Мужики качали головами, видимо, огорченные попыткой уверить их, будто Троцкий больше ничего не решает. Пропагандистский аппарат предпринял особые усилия для того, чтобы превратить Троцкого из героя революции в ее врага. На это ушли годы. Борьба с троцкизмом, отмечают историки, была сначала чистой воды борьбой за власть, а затем поводом для массовых репрессий. «Я вернулся домой из Западной Европы в июне 1927 года», вспоминал нарком по иностранным делам Григорий Васильевич Чечерин. «В Москве все говорили о войне. Я пытался их разубеждать. Никто не собирается нападать на нас», говорил я. Потом один сотрудник просветил меня. Он сказал, «Тш, нам это известно, но мы должны использовать эти слухи против Троцкого». 24 июня 1927 года Троцкого вызвали на заседание Президиума Центральной контрольной комиссии, требуя прекратить всякую критику Политбюро. Он возмущенно отказался. «Вы думаете, и впрямь намордник надеть на партию?» На пленуме ЦК Троцкий едко откликнулся на обещание Сталина вымести оппозицию из партии. «Как заходит речь о метле, вы в своей тарелке. Бляху вам и метлу. Вот и вся ваша политическая платформа». 2 ноября 1927 года «Правда» опубликовала отчет о последней речи Троцкого, произнесенной на пленуме ЦК. Собственно, говорить ему не дали. Члены Центрального комитета, как гласила стенограмма, кричали бывшему председателю Рефвоенсовета. «Предатель, сволочь, либерал, лжец, каналье, ренегат, гад». Сталин долго не знал, как поступить с Троцким. О том, чтобы арестовать его, не могло быть и речи. Страна еще не была готова признать ближайшего ленинского соратника врагом. В начале июня 1927 года Сталину пришла в голову мысль, а не отправить ли Троцкого, который еще оставался членом ЦК, послом в Японию, подальше от Москвы. Он даже предложил это в письме Молотову. Но сам понял, что Троцкий не примет такого назначения. Сталин не вынес присутствие в Москве лишенного всех постов Троцкого. Его выслали в Алмату за контрреволюционную деятельность. Но присутствие Троцкого в стране мешало Сталину. Имя Троцкого возникало на каждом шагу и выводило генсека из себя. Сталин настоял на высылке Троцкого из страны и тем самым продлил ему жизнь. Если бы его оставили в Советском Союзе, то расстреляли бы еще в середине 30-х. А перед этим он прошел бы через все круги ада в тюрьмах и лагерях. 7 января 1929 года Политбюро приняло решение выслать Троцкого за границу за антисоветскую работу. Но только через три года в 1932-м его лишат советского гражданства. Троцкого с семьей на поезде доставили в Одессу. Личный архив и библиотеку погрузили на борт парохода Ильич. 10 февраля 1929-го Троцкого привезли на пароход, который сразу снялся с якоря. Бывший председатель Реввоенсовета Республики пытался обосноваться в нескольких странах, но приют смог найти только в Мексике, далекой от основных политических битв того времени. Историки говорят, что Ленин несколько настороженно относился к Троцкому, потому что недолюбливал идеалистов при этом на крутой дороге истории. А Лев Давидович в определенной степени остался романтиком. Во всяком случае, сохранил веру в марксизм и революцию. Весной 1940 года в своем завещании уже тяжело больной Троцкий писал. «Я умру пролетарским революционером, марксистом, диалектическим материалистом и, следовательно, непримиримым атеистом. При каких бы обстоятельствах я не умер, я умру с непоколебимой верой в коммунистическое будущее. Если склероз сосудов примет затяжной характер и мне будет грозить длительная инвалидность, то я сохраняю за собой право самому определить срок своей смерти». Сталин избавил его от необходимости принимать это трудное решение. Убить Троцкого превратилось в страстное желание Сталина. Мало кого он ненавидел так сильно, как Троцкого. Никак не мог забыть, как в первые годы после революции окружающие почему-то упорно не замечали его достоинств и продолжали восхищаться революционными заслугами, военными успехами, ораторскими и литературными достоинствами Льва Троцкого. Генсек не мог простить себе, что позволил Троцкому уехать. Достать врага за границей в Мексике на другом конце света оказалось трудновато. В конце мая 1940 года было совершено первое покушение на Троцкого. Два десятка человек в полицейской форме разоружили охрану его дома неподалеку от Мехико. Забросали дом взрывчаткой и обстреляли из пулеметов. Троцкий чудом остался жив, но с того дня жил в атмосфере обреченности. Каждое утро он говорил жене, «Видишь, они не убили нас этой ночью, а ты еще чем-то недовольна». «Троцкий сделан для России то, что не смог бы сделать никто другой», вспоминала Анжелика Балабанова, видный деятель Коминтерна. Он смотрел в лицо опасности и смерти. Он героически вынес преследование беспрецедентного масштаба. Его безграничная уверенность в себе основывалась на ошеломляющей популярности, которой он пользовался. Он был уверен в том, что какова бы ни была судьба других, для него, Льва Троцкого, жизнь сделает исключение. Но, как говорил товарищ Сталин, нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики-ленинцы. Убили не только самого Троцкого, но и почти всю его семью. Это тоже был сталинский принцип. За врага отвечают все его родные. Один из сыновей Троцкого, инженер Сергей Седов, оба сына носили фамилию матери, не хотели незаслуженно пользоваться славой отца, занимался наукой. Он отказался уехать с отцом, остался в Советской России. Он преподавал в Высшем техническом училище в Москве, подчеркнуто не участвовал даже в разговорах на политические темы, наивно полагая, что к нему у власти претензий быть не может. Разумеется, это его не спасло. В 1936 году Сергея Седова отправили в ссылку в Иркуту. Потом новый арест и расстрел. Расстреляли обоих зятьев Троцкого. Одна его дочь умерла от чахотки в 1927 в Москве, вторая в 1933 в Берлине. Третью чекиста посадили, но она вышла. В 1961 году, когда ей исполнилось 87 лет, КГБ перестал за ней следить. Второй сын Троцкого, Лев Седов, унаследовал от отца бойцовский характер. Он последовал за родителями в эмиграцию и стал верным помощником отца. Он жил в Париже и пытался сплотить единомышленников, не подозревая, что окружен осведомителями советской разведки. В начале 1938 года его оперировали по поводу аппендицита. Операция прошла благополучно, но через 4 дня его состояние ухудшилось, пришлось сделать повторную операцию. 16 февраля Лев Седов умер в парижской клинике. Мало кто сомневался в том, что это дело рук советской разведки. Сталин оставил в живых только одну родственницу Троцкого, дочь его двоюродного брата, поэтессу Веру Инбер. Ей принадлежат написанные еще в 20-е годы слова известной песенки «Девушка из Нагасаки». Ее с особым садизмом заставляли выступать на митингах с осуждением троцкистской банды. Вера Инбер покорно повторяла, что как родственница Троцкого должна особенно решительно выступать с требованием расстрела контрреволюционных убийц. Сталин не только приказал убить Троцкого. За несколько десятилетий советская пропагандистская машина превратила его в воплощение зла. Сталин называл троцкистов оголтелой и беспринципной бандой вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, действующих по заданиям разведывательных органов иностранных государств. В 30-х годах на судебных процессах говорили, что Троцкий вместе с Гитлером и при помощи маршала Тухачевского готовил расчленение Советского Союза и восстановление власти буржуазии. Бывших руководителей советского государства уничтожали за связь с Троцким. Многие верили в эти бредни. А кто-то верит и сейчас. И после смерти Сталина, и даже после крушения социалистического режима мало что изменилось. Историки любят цитировать фразу Троцкого, прозвучавшую 16 декабря 1917 года, когда он выступал на Всероссийском съезде крестьянских депутатов. «Не в белых перчатках по лаковому полу пройдем мы в царство социализма». Эти слова трактуются как предвестия большого террора. В реальности Троцкий всего лишь предупреждал о ждущих впереди трудностях и испытаниях. Месяц небольшим спустя после революции о терроре никто еще не думал. Троцкий был достаточно жесток в годы Гражданской войны. Но ему и в голову не приходило уничтожать людей в мирное время, как это делал Сталин. Троцкого считают ненавистником русской деревни. Но именно он предложил прекратить продразверстку, то есть ограбление деревни. Массовое раскулачивание, то есть уничтожение крестьянства, Сталин начал уже после того, как Троцкий был изгнан из политической жизни. Троцкий при всем его экономическом радикализме предлагал действовать в рамках НЭПа. Взять у кулаков примерно 150 миллионов пудов хлеба в порядке с займом. Хлеб продать за границей, деньги потратить на закупку промышленного оборудования, чтобы провести индустриализацию, а заем честно погашать, вводя в строй новые предприятия. Сталин же просто ограбил деревню, реквизировал хлеб, ничего не собираясь отдавать. Зерно отбирали у тех, у кого оно было, то есть у справных хозяев. Их назвали кулаками, забрали у них все имущество и по существу объявили вне закона. А потом еще и стали выселять из родных мест вместе с семьями. Троцкий считал, что построение социализма возможно только одновременно со всей Европой. Отсюда историки делают вывод, что Россия Троцкого не интересовала. А Сталин, напротив, думал только о России. Но в те годы Иосиф Виссарионович точно так же ждал и торопил мировую революцию. Уверяясь, что Троцкий презирал русскую культуру, а Сталин ценил. Но Сталин планомерно уничтожал русскую интеллигенцию, а Троцкий всего лишь писал литературно-критические статьи о писателях и поэтах. Иногда он был неоправданно резок в своих литературных пристрастиях. Он плохо относился к замечательному детскому поэту, литературному критику, Корнею Ивановичу Чуковскому. Троцкий раскритиковал книгу Чуковского о блоке. Этакая душевная опустошенность, болтология дешевая, дряная, постыдная. Поэт и переводчик Самуил Маршак, иронически откликнулся на статью Троцкого. Расправившись с белозелеными, прогнав и забрав их в плен, критическими фильетонами занялся нарком воен. Полит из Кремля Московского на тысячи верст кругом. Недавно Корнея Чуковского убила одним ядром. На самом деле, конечно, не убила. Для Корнея Чуковского статья Троцкого была ударом, но не катастрофа. Это у Сталина критический отзыв о писателе заканчивался расстрельным приговором. Зато Троцкий очень симпатизировал Сергею Есенину, которого многие поносили. Сергей Есенин после встречи с Троцким сказал, что председатель Реввоенсовета идеальный тип человека. Когда Есенин покончил с собой, Троцкий писал о нем вправду. Мы потеряли Есенина, такого прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего. И как трагически потеряли. Есенин слагал острые песни хулигана и придавал свою неповторимую есенинскую напевность озорным звукам Кабацкой Москвы. Он нередко кичился дерзким жестом, грубым словом, но надо всем этим трепетала совсем особая нежность неогражденной, незащищенной души. Полу-наносной грубостью Есенин прикрывался от сурового времени, в какое родился. Прикрывался, но не прикрылся. Корни у Есенина глубоко народные. Есенин интимен, нежен, лиричен. Революция публично, эпично, катастрофична. От того-то короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой. Десятилетиями авторы, не скрывающие своего антисемитизма, пишут о том, что жестокость Льва Давиджа Троцкого объясняется его еврейским происхождением. Он не жалел ни России, ни русских. Николай II в свое время запретил использовать печально знаменитые протоколы сионских мудрецов, когда глава правительства Петр Акадьевич Столыпин представил ему доказательство того, что это фальшивка. Император брезговал подделкой. Нынешние авторы не брезгуют, доказывая еврейско-масонский характер революции. Подрывная деятельность евреев-большевиков стала одной из самых популярных тем. Многие авторы просто помешались на этом, составляя списки евреев в советских учреждениях, особенно в органах госбезопасности. Но никакого единства в еврейской среде не было. Одни поддержали Октябрьскую революцию, другие бежали из охваченной войной страны, третьи ждали, когда закончится эта смута. Во время гражданской войны в погромах гибли десятки тысяч людей. 300 тысяч еврейских детей остались сиротами. Еврейские погромы были составной частью общероссийского погрома, жертвами которого стал почти миллион человек. Еврейские национальные организации были против участия евреев в революционном движении. Сионисты хотели, чтобы еврейская молодежь готовилась к переезду в Палестину и не участвовала в революции и вообще не влезала в российские дела. Но многие молодые евреи рассматривали Россию как свою страну, полагали, что не имеют права оставаться в стороне, когда решается судьба Родины. Так появилось целое поколение революционеров. Лев Троцкий был одним из них. Литературный критик Лев Анинский предал гласности результаты забавных изысканий пушкиниста Александра Лациса. Он пришел к выводу, что Лев Троцкий был прямым потомком Пушкина. По его словам, у польки Анжелины Димбинской был внебрачный сын от Пушкина. Ему дали фамилию матери и назвали Леонтием. У Леонтия Димбинского в свою очередь тоже был внебрачный сын. Его решили отдать на воспитание в хорошую еврейскую семью, где мальчик получил новое имя Давид Леонтьевич Бронштейн. А его младший сын это Лев Троцкий. У Троцкого, как и у Пушкина, считает известная литература Вет, Как и у Пушкина, у Троцкого был нервный тик в левом углу рта. Пушкин не грыз ногти, как думали некоторые, а прикрывал свой нервный тик, держа у уголка рта то карандаш, то перо, то просто закрывая его рукой. Были и другие совпадения наследственных признаков подагра, близорукость, желудочно-кишечные неприятности, но первые два вместе с беспредельной любовью к слову решающие. Самому Троцкому, видимо, не была известна эта экзотическая версия его происхождения. На плену МИЦК в октябре 23-го года он очень откровенно рассказал, почему после революции отказывался от крупных должностей и не видит себя в роли руководителя страны. Есть в моей работе один момент, который, не играя никакой роли в моей личной жизни, имеет большое политическое значение. 25 октября 17-го года Ленин сказал мне в Смольном, «Мы вас сделаем наркомом по внутренним делам, будете давить буржуазию и дворянство». Я возражал. Я говорил, что будет лучше, если в первом революционном советском правительстве не окажется еврея. Владимир Ильич говорил, ерунда, все это пустяки. Но я все-таки избежал назначения на пост нарком внудела. И когда меня назначили наркомом по военным и морским делам, я тоже возражал. И что же, я был прав. Это сильно мешало. Вы знаете, я выполнил взятые на меня обязательства, но мог бы сделать гораздо больше, если бы этот момент не вклинивался в мою работу и не мешал. Вспомните, как пользовались в своей агитации наши враги тем, что во главе Красной Армии стоит еврей. Я никогда этого не забывал. Владимир Ильич считал это моим пунктиком. Когда Владимир Ильич предложил мне быть его замом в правительстве, я отказывался из тех соображений, чтобы не подать нашим врагам поводу утверждать, что страной правят евреи. А много ли, кстати говоря, в самом Троцком было подлинно еврейских черт, если вообще можно говорить о чертах, характерных для целого народа? Еще в январе 1918 года в газете «Петроградский голос» критически относящийся к большевикам популярный филейтонист Александр Валентинович Амфитеатров опубликовал статью под названием «Троцкий великоросса». Амфитеатров полемизировал с обычной оценкой «Троцкий инородец чужой для России человек». Троцкому, напротив, не хватает традиционных еврейских черт – осторожности, образование, умение приспосабливаться к обстоятельствам. Беда как раз в том, что Троцкий слишком хорошо усвоил типичные черты великоросса, причем великоросса-шовиниста. Похвальба, дрочливость, нахрапистость, легкомыслие, злоба, умение утереться. Появление большого количества евреев на заметных должностях после Октябрьской революции, особенно в партийном аппарате, в ОЧК объяснялось тем, что большевиков вообще было мало, должностей оказалось больше, чем кандидатов. Евреи и большевики были абсолютно преданы революции, надежны и лояльны к новой власти. Они были ярыми сторонниками крепкого, централизованного государства. Это новая власть особенно ценила, когда страна распадалась на куски. Историки говорят, что Троцкого надо считать одним из главных государственников среди большевиков. Михаил Агурский называл Троцкого теоретиком красного патриотизма и едва ли не его вождем. В годы гражданской войны большевики апеллировали к патриотическим чувствам русского человека. Со страниц правды Троцкий провозглашал большевизм национальней монархической и иной эмиграции, буденной национальнее Врангеля. Льва Давидовича Троцкого выставляют в роли ставленника или вождя всемирного масонства. Но именно он провел на 4-м конгрессе Коминтерна резолюцию о несовместимости работы в коммунистической партии с членством в масонских ложах. Критика большевизма справа указывала на его еврейскую доминанту, отмечают современные историки. Но почему следует видеть в революционном еврействе разрушительную силу? Евреи заменили в чиновничьем имперском механизме немцев. Почему же немец может быть российским патриотом, а евреи нет? Историческая наука сегодня предлагает новый ответ на вопрос почему Россия, в которой было столько поклонников в самодержаве в конце концов поддержало большевиков. Ленин и Троцк воспринимались как сторонники твердой власти, которые взялись восстановить государство разрушенное в феврале 1917-го и наказать тех, кто разрушил великую империю. Октябрьский переворот был воспринят как контрреволюция, которая свергла преступников-либералов, виновных в хаосе и анархии 1917-го года. Большевиков поддержали как продолжателей дела строительства империи, которые будут бороться против либерализма и демократии за укрепление и возрождение России. И пока Троцкий воспринимался как вождь армии, сражавшейся за единую Россию, как главный государственник, симпатии страны были на его стороне. Когда же он пристал в роли вечного оппозиционера, критикующего недостатки, симпатии общества перешли на сторону тех, кто олицетворял государственную власть. Люди, которые ненавидят Троцкого, говорят, слава Богу, что не он пришел к власти, а то было бы хуже, чем при Сталине. А что, разве могло быть хуже? В Европе, прежде всего во Франции, по-прежнему существует троцкистское движение, причем в последние годы оно стало более заметным. Многие французы на выборах охотно голосуют за кандидатов троцкистов. Кумир левой молодежи, кубинский революционер Эрнесту Че Гевара в последние годы изучал труды Троцкого. В Боливийских горах, где он надеялся поднять революцию, носил в рюкзаке книги председателя Реввоенсовета Республики. А на родине Троцкого одни считают его злейшим врагом Ленина революции советской власти, другие, напротив, фанатиком русофобом, вознамерившимся разрушить Россию во имя мировой революции. Компартия России вдруг обнаруживает в своих рядах неотроцкистов и начинает с ними бороться. По сей день Лев Давидж Троцкий остается для многих демоном революции, предводителем мирового еврейства, историческим врагом России или просто самим сатаной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова